Сегодня я расскажу вам о том, как с помощью одного простого рецепта естественным образом повысить иммунитет, предотвратить респираторное заболевание, снизить уровень холестерина и сахара в крови. Кроме того, напиток помог мне устранить имеющееся воспаление во всем теле, укрепить здоровье сердца, снизить стресс и беспокойство, а также избавиться от лишнего веса. Друзья, хочу напомнить, что менее 30% зрителей, которые смотрят наши ролики, подписаны на канал. Большое спасибо тем, кто нашел время, чтобы подписаться. Ваша поддержка очень важна для нас. А те, кто до сих пор не подписан, просим подписаться. Это стимулирует нас делать самый полезный контент для вас. Первый ингредиент напитка. Лавровые листья. Лавровый лист – хороший источник витаминов А, В6 и С, а также минералов, включая железо, калий, кальций и магний. Все эти витамины укрепляют иммунную систему. Лавровый лист полезен для лечения диабета второго типа, так как он снижает уровень сахара в крови, улучшает функцию инсулина и метаболизм глюкозы. Кроме того, обычная лаврушка поможет вам снизить уровень плохого холестерина. Лавровый лист содержит вещество линолол, которое имеет антибактериальное и противогрибковое свойства. Он также помогает снизить уровень гормонов стресса в организме. Естественное успокаивающее действие лаврового листа поможет вам оставаться уравновешенным, спокойным и расслабленным на протяжении дня, а ночью избавиться от бессонницы. Кстати, именно этот результат мне очень понравился. Уже после первого приема напитка я уснул долгим и качественным сном. Также лавровый лист содержит фитонутриенты, называемые партенолидами. Эти вещества имеют мощное противовоспалительное свойство. Из-за этого заваренный лавровый лист поможет ослабить боли в суставах при артрите, а также снять другие воспалительные реакции. Еще одно доказанное действие лаврового листа он защищает здоровье сердца и сосудов. В составе лаврушки есть кофеиновая кислота и рутин, которые являются важными органическими соединениями для сердечно-сосудистой системы. Это кардиостимуляторы, поэтому если вы принимаете какие-либо сердечные лекарства, их совместимость с отваром нужно уточнить у врача-кардиолога. То, что касается пользы лаврового листа при простудных заболеваниях, она заключается в разжижении мокроты и в обеззараживании дыхательных путей. Кроме того, простуда пройдет быстрее, если иммунитет будет в отличном состоянии. Следующее свойство лаврового листа заключается в пользе для пищеварения. Органические вещества успокаивают расстройство желудка, снимают симптомы синдрома раздраженного кишечника. Но еще более удивительные свойства открываются при изучении воздействия лаврового листа на вероятность возникновения злокачественных опухолей. В растении есть уникальное сочетание антиоксидантов и органических соединений, в том числе фитонутриенты, катехины, линолол и партенолид. Все вместе они защищают организм от свободных радикалов. Свободные радикалы могут привести к мутации здоровых клеток в раковую опухоль. Теперь начнем готовить напиток. Обычно я сразу готовил отвар на два приема. Вам понадобится три лавровых листа. Тщательно промойте их и положите в кастрюлю, залейте половиной литра чистой воды, доведите лавровый лист до кипения. Дальше вам нужно будет добавить в напиток второй ингредиент – цветки ромашки. Но в чем ее польза для здоровья? Ромашка – традиционное лекарственное растение, которое обладает многочисленными преимуществами для здоровья. В ее составе множество антиоксидантов, которые освобождают организм от разрушительного воздействия свободных радикалов. Одно из самых главных свойств отвара на ромашке – его способность повышать иммунную защиту организма. Ромашка хорошо дезинфицирует полость рта, оказывает мощный антибактериальный эффект, и все это дает двойной защитный барьер против заболеваний вирусной и бактериальной этиологии. Кроме того, ромашка – сильнодействующее успокоительное средство. Такой эффект обеспечивают два основных вещества в составе – опигенин и хризин. Ингредиенты успокаивают нервную систему, уменьшают беспокойство, помогают быстрее и крепче заснуть. Диабетикам нужно знать, что ромашка очень полезна для снижения уровня сахара в крови. Но на этом полезные свойства растения не заканчиваются. Ромашка также считается пищеварительным релаксантом. Она используется при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, в частности, при симптомах кислотного рефлюкса, при повышенном газообразовании, анорексии, несварении, рвоте и тошноте. Ромашка известна как натуральный аспирин, из-за чего растения повсеместно используют для снятия боли. В частности, ромашка эффективно помогает при головных болях и мигренях. Растение обладает мощным противовоспалительным эффектом, который может помочь при всех видах воспалений. В том числе, ромашка поможет избавиться от кожных воспалений, высыпаний, зуда, экземы. Ромашка помогает снять воспаление глаз, заживить язвы во рту и остановить болезненное покраснение десен, а также снимает спазмы во время менструации у женщин. А теперь, когда мы узнали про потрясающий лечебный эффект ромашки, возвращаемся к приготовлению рецепта. Когда вода уже достигла кипения, снимите кастрюлю с огня и в горячий отвар добавьте 1 столовую ложку сушеной ромашки. Накройте кастрюлю крышкой и дайте отвару настояться в течение 5 минут. Каждый ингредиент обладает противомикробным и антибактериальным свойством, но вместе они усиливают друг друга, повышая все функции вашей иммунной системы. Готовую жидкость нужно процедить через сито и перелить в банку. С закрытой крышкой в холодильнике отвар может храниться до трех дней. Если вы хотите получить заметный результат, пейте отвар ромашки и лаврового листа на протяжении одной недели. Пейте по 150-180 мл напитка за 40 минут до сна ежедневно. Если вам не нравится натуральный вкус отвара, можно подсластить его чайной ложечкой меда. Несмотря на то, что отвар приносит много пользы для организма, у ингредиентов есть противопоказания. Так, заваренная ромашка не рекомендуется детям до трех лет, беременным женщинам, людям с аллергией на это растение или с аллергическим ринитом. Лавровый лист зарекомендовал себя как эффективное средство для обеззараживания и очищения организма. Но пить такой отвар стоит не всем. Так, например, стоит воздержаться от напитка во время беременности и лактации при язве желудка в период обострения. Из-за того, что лаврушка оказывает легкий гипотензивный эффект, людям с постоянно пониженным давлением стоит с осторожностью относиться к отвару. Несмотря на то, что у лаврового листа очень широкий спектр показаний, при наличии заболеваний все же стоит проконсультироваться со своим доктором до того, как начать пить отвар. Например, при сахарном диабете второго типа лавровый лист полезен, а при диабете первого типа противопоказан. С сердечно-сосудистыми заболеваниями тоже нужно быть осторожным, так как в растении есть кардиостимулирующие вещества. Применение лучше согласовать со своим кардиологом. Повторю рецепт. Возьмите три лавровых листа, промойте их и положите в кастрюлю. Залейте 500 мл чистой воды. Доведите лавровый лист до кипения. Снимите кастрюлю с огня и добавьте 1 столовую ложку сушеной ромашки. Накройте кастрюлю крышкой и дайте отвару настояться в течение 5 минут. Пить по 150-180 мл за 40 минут до сна на протяжении 7 дней. Если вы считаете это видео полезным, то делитесь с друзьями и близкими, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. До новых встреч на новых видео!